Космические полеты Космические полеты Космические полеты Космические полеты Почти 100 человек оценили изготовленные по их индивидуальным меркам легкосъемные ложементы кресел. Удобство расположения приборов и иллюминаторов в спускаемом аппарате. Здесь есть все необходимое, чтобы управлять кораблем автономно, вручную. Электроника и автоматика бортовых систем позволяют выполнить полет без участия человека и по командам Земли. Эта традиция обеспечения безопасности особенно важна для выполнения торможения на орбите и управления спуском в атмосфере. А главное для всех предпосадочных операций управления логикой работы парашютных систем и двигателей мягкой посадки. Отделившись от орбитальной станции, корабль «Союз-ТМ» ориентируется и разворачивается для выдачи тормозного импульса. Космонавты контролируют работу двигателя и место предстоящей посадки. Все системы, обеспечивающие переход на траекторию спуска, резервированы. С момента разделения отсеков электроника системы управления ведет автономное управление спускаемым аппаратом. Стабилизация по всем осям, необходимые программные развороты, управление положением по крену обеспечивают выход в прицельную точку с требуемой точностью. Депрерывность связи и получение телеметрии через щелевую УКВ-антенну теряются на участке плазменных образований. И восстанавливаются на высоте 40 километров. Для надежности обнаружения и поиска ведется радиолокационное сопровождение аппарата. Высота 10,5 километров. Вот парашютные системы. Сначала вытяжной и тормозной парашюты. Затем через 16,5 секунд на высоте 8 километров основной парашют. Высота 5 километров. Спуск проходит нормально. Отстреливается теплозащитный экран. Аппарат переходит на симметричную подвеску. В готовность приходит альтиметр. Для дальней пеленгации сигналы АИ в коротковолновом диапазоне. Скорость снижения на основном парашюте около 7 метров в секунду. Срабатывают альтиметр и двигатели мягкой посадки. Скорость дара снижается до 2,5 метров в секунду. Вручную отстреливается основной парашют. Разворачиваются пеленгационные антенны и световой маяк, установленные на корпусе аппарата. Прежде чем десятки кораблей совершили полеты в космос, системы посадки были тщательно отработаны в большом количестве экспериментов в ходе автономных испытаний и на макетах спускаемого аппарата. При копровых испытаниях сбросы производились на различные грунты с разными скоростями и угловыми положениями аппарата. В креслах устанавливались манекены. Проводились измерения параметров ударного импульса в различных точках аппарата, включая кресло. Конструкция аппарата позволяет сесть и на воду. Копровыми испытаниями с имитацией максимальной горизонтальной скорости ветрового сноса аппарата на парашюте установлено, что посадка, как правило, сопровождается последующими кувырками. Однако при повторных ударах перегрузки по любому направлению всегда меньше, чем при первом контакте с грунтом. Важным и очень трудоемким этапом отработки являются летные испытания парашютных систем. На кораблях «Союз-ТМ» применены парашютные системы существенно уменьшенной массой, изготовленные из новых конструкционных материалов типа «Кевлар» и облегченного «Копрова». Всего проведено более 200 парашютных экспериментов с весовыми макетами. Измерения параметров плавучести и остойчивости спускаемого аппарата после посадки на воду доказали надежность приводнения. Проведено 23 летных эксперимента по сбросу с самолета полноразмерных макетов спускаемого аппарата. Отрабатывалось функционирование всего комплекса средств посадки и других систем, от ввода парашюта до приземления. Работы проводились по штатной программе и в различных нештатных ситуациях. Здесь, например, умышленно отстрелян основной парашют для проверки работы запасной. В другой раз имитировались предельные углы атаки вплоть до отстрела крышек контейнеров против потока и в условиях вращения аппарата до одного оборота в секунду относительно каждой оси. А вот посадка аппарата на воду в одном из многочисленных экспериментов. Работает двигатель мягкой посадки. Отстреливается основной парашют. Отстреливается крышка и разворачивается пеленгационная антенна. При небольшом до трех баллов волнении поисковая группа быстро обнаружит аппарат, подведет под него надувной плод и обеспечит помощь экипажу, устанавливая для этого площадку у выходного люка. Один за другим космонавты в сопровождении спасателей выбираются из спускаемого аппарата и отправляются в лодки на ворк поискового судна. Туда же буксируется и спускаемый аппарат вместе с доставленными из космоса грузами. А если погода плохая? Если шторм? В нештатном случае, когда поиски приводившегося аппарата могут затянуться, в зависимости от обстановки космонавты могут и покинуть спускаемый аппарат, захватив с собой аварийные запасы воды и пищи, необходимые для выживания снаряжения. Вертолет поднимет космонавтов прямо из воды при любом волнении моря. Длинным тросом будет подцеплен испускаемый аппарат. При посадке в труднодоступные местности, овраги, болота, деревья или на внутренние водоемы эвакуация проводится с использованием поисково-эвакуационных машин высокой проходимости. Эти вездеходы имеют на борту приводные радиостанции, грузоподъемные устройства и инжеленты для установки аппарата. Всесторонне исследована посадка на сушу натурного махета спускаемого аппарата. После отделения от самолета, все системы функционируют по штатной программе. Фиксируется телеметрическая информация и отрабатывается метод действия групп поиска. Решены сложные проблемы стыка разных дисциплин науки и техники. И даже о взаимодействии аппарата с грунтами разных типов проведены исследования. Струи двигателей мягкой посадки оставляют следы на грунтах. При слабых грунтах и попахах эти следы могут быть в виде локальных размывов глубиной и шириной до полуметра. На безопасность посадки они не влияют. Смягчение удара о грунт происходит как за счет работы двигателей, так и за счет деформации нища спускаемого аппарата, достигающая 400 мм в диаметре и 30-50 мм по глубине. После посадки предусмотрено специальное техническое обслуживание аппарата. Производится установка свинцовой защиты на радиационный излучатель альтиметра. Вертолет доставляет спускаемый аппарат на ближайший аэродром. Все процессы отработаны до мелочей, казалось бы, до автоматизма. И все-таки каждый раз, вылетая по заданию на поиск, любой из этих людей, специалистов по технике, врачей, спасателей, пилотов, испытывает особое волнение при исполненной ответственности за судьбу тех, кто возвращается с неведомых путей в космосе. Оценка риска вроде и невелика, не более десятых долей процента, но обеспечивает это только разум и умелые руки людей. КОНЕЦ